Денис Максимчук 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 то так плодов даже больше. И так как помидор у нас один, они очень эгоисты. Они любят собственное пространство, они любят тесниться. Поэтому такая грядка идеальна для него. Эту конструкцию можно вывешивать не только на балконе, но и на даче. Так как помидоры занимают обычно очень много места. Конструкция еще удобна тем, что помидоры не надо подвязывать. Потому что они будут под своей силой тяжестью держаться и расти ровненько вниз. Если мы выращиваем помидоры или огурцы на балконе, нам надо брать самоопыляющиеся сорта, потому что доступа насекомым к балкону у нас не будет. Конечно, зачем нам пчелы дома? Берем пластиковое ведро на 6 литров. 6 литров. И делаем отверстие в нижней части ведра. В дне? Можем делать отверстие. Это сверло специально называется перо. Можно сделать и обычным, и уже увеличить отверстие ножом канцелярским. Диаметр 16 миллиметров. Дальше мы берем кусочек ткани. Какой? Главное, чтобы ткань была натуральной. Или шерсть, или хлопок, да? Да. В ткани нам надо сделать маленькое отверстие, через которое мы будем просовывать наши ростки. То есть такое же, как в дне ведра, да? Нет, немного меньше диаметром, чтобы земля не высыпалась. Ага. Можем приступать к высадке нашего помидора. В том случае, если мы будем высаживать наши помидоры на огороде, то нам необходимо обработать его средством против вредителей. Конечно. Чтобы сберечь весь урожай. Этого пакетика нам хватит на 10 литров. Но в этой бутылочке пол-литра, поэтому мы используем всего 1 грамм этого средства. Нужно обработать рассаду перед посадкой. В таких случаях можно использовать специальные средства с широким спектром действия. Благодаря действующим веществам в таких средствах ваши растения будут защищены от влияния вредителей как при низких, так и высоких температурах. Теперь я обрызгаю нашу рассаду. Используйте перчатки, когда работаете с любыми химическими средствами. Это важно. Возьмем помидор и аккуратненько продеваем в наши отверстия. А листочки не помнутся? Надо делать так аккуратно, чтобы не помялись. Так, это значит, что слишком большую рассаду высадить уже не удастся без повреждения, скажем так, кроны, листьев. Поэтому как определить, какого размера рассада идеально подходит для такого высаживания? Для высадки подходит рассада 10-15 сантиметров, на которой уже есть 3-4 листочка. Главное не повредить комель. Это корневая система помидора. Горшочек мы не снимаем, потому что он у нас из натурального вещества, и он сгниет со временем. Все, теперь можем засыпать землю. Поразительно. Я до последнего не могла поверить, что мы вот так вниз головой посадим помидор. Он и расти так будет? Да. Вниз? А он не захочет вот так, знаешь, к солнцу развернуться? Конечно, со временем, ну, как и любое растение, он будет тянуться к свету. Значит, засыпать землю придется на весу. Теперь же мы не можем это ведро поставить? Да. Как выбирать грунт, мы уже знаем. Грунт у всех разный, поэтому лучше купить в строительном или специальном магазине. Универсальный. Уже универсальную почву для посадки. Можем засыпать. Давай. Полное ведро? Ну, мы оставляем 5 сантиметров, потому что земля немного усядет, ну, будем поливать, но со временем мы досыпем. Еще один плюс такой грядки, что полив у нас как обычного комнатного растения. Не надо аккуратно подливать под корень, наклоняться, а мы можем подойти и нам очень удобно полить. Сюда лучше использовать низкорослые, конечно, помидоры, у которых не очень большие плоды. Господи, там его и не видно малюсенького такого. Помидор вниз головой, ну, надо же дожиться до такого. Вот в таком положении и будет расти наш помидор. Ну, а сейчас я покажу на балконе, где лучше вешать такую грядку. Вешаем, конечно, на окно, потому что там будет достаточно света, чтобы наш помидор рос щедрым и здоровым. Ну, он как люстра теперь висит. Как нужно поливать такую грядочку, чтобы на голову вода не капала и помидор не сгнил? Первое время, конечно, может вытекать некоторое количество воды. Можно подставить тазик или комнатное растение. Но со временем корневая система помидора разрастется, и мы уже спокойно будем обезопасены от воды. Отлично, с помидором разобрались. Что дальше? Теперь мы приступаем ко второй вертикальной грядке из обыкновенного поддона. Поддоны вы можете купить, либо найти их обычно у знакомых или у кого-то, кто занимается строительными работами. Обычно остаются, и они готовы отдать даром. Из одного поддона мы можем сделать аж две вертикальные грядки. Эту грядку, пожалуй, уже не повесишь. Тяжелая. Да, эту грядку лучше поставить куда-то под стену. Вот такая грядка у нас получится, когда мы посадим все растения. Это был большой поддон размерами метр-двадцать на метр. Я его разделил на две части. Так у нас получилось две грядочки. Для изготовления такой грядки нам понадобится сам поддон, строительный степлер, мешковина, плотная пленка. Мешковину можно купить в отделе с тканями, это где-то пять гривен метр. Пленку можно купить в строительном магазине, где-то десять гривен метр погонный. Лучше брать плотную, она продается двойной, то есть ее можно разделить и будет у нас два метра. Мы ее раскладываем и просовываем внутрь нашего поддона, то есть это будет у нас лицевая сторона, в которой мы потом будем делать надрезы и засаживать или сеять нашу зелень. Прибивать мы будем строительным степлером, но если у вас нет степлера, можно прибить обыкновенным молотком с гвоздиками. Скобы мы бьем примерно пять-десять сантиметров друг от друга, чтобы земля не высыпалась. Вот по такому принципу мы обиваем всю ткань, но, Надя, я подготовился и сделал это уже дома. Спасибо, что ускорил процесс, но мне все равно непонятно, как из этого сделать грядку, так что давай продолжать. Далее, смотри, мы забили дно, чтобы земля не высыпалась, но мы еще поверх прибьем пленку. Пленки нам надо метр на метр. Остальное мы подвернем, и оно будет эстетично выглядеть. Можно любого цвета, главное, непрозрачную, чтобы корневая система у нас не гнила. Понятно. И не зацветала от солнечного света. Пленку мы прибиваем тоже строительным степлером. Угу. Теперь понятно. Вот и образовалось пространство, куда можно засыпать землю. И уже оббитый поддон у нас есть. То есть, чтобы земля не высыпалась, можно зафиксировать степлером. Мы зафиксировали рейкой. Такой себе мешочек получился у нас. Да? Там же внутри пусто, и туда мы будем засыпать землю? Да. Мы можем уже засыпать керамзит и землю. Керамзита в такой поддон нам надо засыпать 2 сантиметра. То есть, так как у нас размер 50 на 10, нам надо где-то 5 литров керамзита. То есть, как в обычный вазон при посадке цветов, мы на дно насыпаем слой керамзита. Чтобы не было застоя влаги, да, она стекала и давала возможность корням не гнить, а развиваться. Думаю, этого будет достаточно. Теперь земля? Теперь можем высыпать землю. На такой поддон у нас уйдет где-то примерно 60 литров грунта. 6 ведер. Такая грядка вместе с растениями будет весить где-то килограмм 40. Угу. Поэтому определитесь, где она будет стоять, там и работайте, чтобы не таскать ее с места на место. Засаживаем семена мы, предварительно перевернув наш поддон, нашу грядку. То есть, здесь мы не рассадой пользуемся, а семенами? Здесь мы можем высаживать и рассаду, и посеять семена. Сейчас ты покажешь, как семена, да? Да. Сейчас я буду садить семена салата. Значит, на этой грядочке мы можем высадить разнообразную зелень, базилик, салат, укроп, петрушку, руколу мы можем. Да, любые душистые травы, салаты. А вот помидоры, огурцы можно в такую грядку? Ну, помидоры лучше не высаживать, потому что у них довольно крупная корневая система, им нужно отдельное пространство. Огурцы тоже. У огурцов поверхностная корневая система, их лучше садить в какой-то отдельный контейнер. Теперь мы прорезаем отверстие в нашем мешке. А, вот так смело. Делали-делали, а теперь режем, аж жалко. Прорезаем отверстие в верхней части, чтобы удобнее было высаживать нашу зелень. Вот таким образом. Высаживать лучше плотным рядом, чтобы у нас образовалась зеленая стена. Угу. Грядку можно оформлять, как вы хотите. Все зависит от вашего желания. Угу. Семена. Это у нас зеленый салат кучерявый. Мы берем по одной, по две семечки. Ну, насколько мы хотим салата. Если засыпать больше, салат будет немного меньше. А если засыпать меньше, салат будет немного больше? Ну, конечно. Правда? Салат у нас будет пролазить в эти отверстия, и уже мы его можем обрывать и есть. Угу. Отлично. То есть первое время эта грядка должна полежать в горизонтальном положении. Угу. Потом, примерно через неделю, 10 дней, мы можем уже поставить ее вертикально, облокотить об стену. То есть все же она под таким наклоном стоит, вот как это наше, да? Да. Такое положение мы уже ставим, когда у нас появятся первые побеги. Как ухаживать? Полив? Полив очень прост. Можно поливать и сверху, куда также можно посеять различные травы, или уже непосредственно в отверстие. То есть вот так наклонить, полить, а потом поставить? Нет, нужно леечкой просто в отверстие. Угу. Как определять, что уже пора поливать? Это же важный вопрос. А землю можно потрогать через отверстие пальцем, и если земля сухая, надо полить. А подкармливать растения в домашних условиях нужно, если на балконе у нас? Конечно. Если мы садим большое количество растений, его нужно, ну, растения надо подкармливать. Чем? Для такой грядки нам понадобится полтора чайной ложки мочевины на литр воды. А где ее брать? В цветочном магазине вы можете купить это удобрение. Угу. Сразу после того, как посеяли, нужно полить? Да, конечно, надо обязательно полить. Мешковина пропускает влагу, и у нас ничего не разляпывается, все уходит в землю. И теперь я могу показать на нашем балконе, где мы будем размещать такую грядку. Ее лучше поставить к стене, например, в уголочке. Ну, конечно, так, чтобы свет туда тоже попадал. Конечно. Слушайте, как замечательно. Балкон преобразился, стало больше зелени, что уже приятно. Плюс замечательное урожай помидоров и зелени практически весь сезон. Спасибо огромное за эти советы. Нам точно пригодится. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!